МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! 6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта, прозаика, драматурга, основоположника современного русского литературного языка. Как отметят эту дату в Самарском ПЕД-университете? Насколько востребованы сегодня произведения классика среди молодежи? Какие трудности переживает великий и могучий русский язык? И каковы возможности удержать языковую планку на пушкинском уровне? Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И моя гостья – кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка, культуры, речи и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета Юлия Белкина. Здравствуйте, Юлия Алексеевна! Здравствуйте! Юлия Алексеевна, кто-то когда-то сказал, что Пушкин – это наше все. Что, по-вашему, заключено в эту емкую фразу и согласны ли вы с этим? Вы знаете, действительно сложно с этим не согласиться, потому что мы знакомимся с Пушкиным в наших семьях, когда нам рассказывают сказки. Пушкин сопровождает нас всю жизнь. Даже если мы рассуждаем в категории школьной программы, то в каждом классе ребята знакомятся с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Их знакомят учители, они читают дома, они обсуждают со своими родными. Поэтому, конечно, эта фраза очень емкая, и понятие «все» для каждого свое. И это, наверное, такой культурный код для каждого человека, потому что определение «Пушкин в моей жизни» появляется не сразу. Вряд ли оно появляется в детстве у ребенка, но оно появляется со временем и складывается в какой-то особый внутренний мир. Строки, которые сопровождали, строки, которые стали крылатами из произведения Александра Сергеевича Пушкина, строки, которые трудно и стыдно не узнать, если говорят об Александре Сергеевиче Пушкине. Ну и, наверное, какие-то цитаты, которые мы приводим, порой мы их приводим, как нам кажется, очень легко, и они порой присвоены уже нами. А если мы обратимся к источнику, то мы с удивлением узнаем русских классиков, не только Александра Сергеевича Пушкина, но и других русских классиков, но и Александра Сергеевича Пушкина в том числе. Поэтому, наверное, эта фраза верна, и она имеет право на существование и на ее раскрытие каждому из нас. Вот вы упомянули база, так называемая, это сказки, да? Знакомство Пушкина начинается с этих сказок. Наверное, нет смысла даже перечислять. Там сказка о рыбаке и рыбке, сказка о спящей царевне и семье богатырях и так далее, и так далее. Потом это школьная программа, это Дубровский, это «Капитанская дочка», повести Белкина, наконец. Ну, это какая-то основа, как мне кажется, да? Насколько любим Пушкин сегодня среди молодежи? Вы вот как педагог, как можете это оценить, опираясь на ваше взаимодействие со студентами, с молодежью? Вы знаете, я хочу сказать вот о нескольких аспектах вообще сейчас восприятия Пушкина молодежью. Мы понимаем, что, ну, наверное, так же, как раньше, это восприниматься не может творчество любого поэта. Но приходят какие-то новые формы. Но в то же время, если мы говорим о традиции, о русской культуре, то язык Александра Сергеевича Пушкина, произведения Александра Сергеевича Пушкина, они, безусловно, говорят нам о традиции, которая открыта к инновации. Что я под этим имею в виду? Кафедры нашего вуза, кафедры русской литературы, зарубежной литературы и журналистики, кафедры русского языка, культуры речи, методики преподавания, кафедры факультета музыкального образования, безусловно, рассматривают пушкинистику в целом. И другие исследователи нашего вуза, и литературоведы, и языковеды об этом говорят. Но как мы преподносим это студенту, вот это тоже очень важно. Потому что, например, если мы читаем стихи, не может существовать филолог без знания и без умения прочитать стихотворение наизусть. Это, конечно, никто не оспорит. Это время над этим не властно, какие бы формы не существовали. Но если мы говорим о чем-то новом, то вот в этом году у кафедры литературы была организована встреча с создателем телеграм-канала, посвященного Пушкину. Мы присутствовали на этом лектории. Человек очень увлеченно об этом рассказывал. Это очень важная акция была. И вы знаете, вот этот момент, он как-то по-новому, наверное, какими-то другими аспектами заставил студентов посмотреть на Пушкина как на личность, как на персону, которая вне времени. Да, если мы говорим о кафедре русского языка, конечно же, когда мы даем исследовательские работы о творчестве, о языке Александра Сергеевича Пушкина, конечно, это не может не соприкасаться с современной стадией развития языка. Это заставляет радумать свою исследовательскую работу как-то по-новому. Посмотреть на словарь, который существует, словарь языка Пушкина, с которым все работали. Когда-то я с ним работала благодаря своему учителю Ольге Алексеевне Безугловой под ее руководством, я писала эту работу. И вы знаете, я была удивлена. Это четыре тома словаря, в которых включена вся лексика, которая когда-либо употреблена Александром Сергеевичем Пушкиным в его произведениях. Но, казалось бы, создание такого словаря требует определенного подхода. И в то же время студенты сейчас нас заставляют посмотреть другим взором на тексты. Они задают очень интересные вопросы. Они задают очень интересные вопросы о значении слов в произведении Александра Сергеевича Пушкина. Время проходит, эпоха ушла. И прочтение произведения вот с таким культуровеческим комментарием с точки зрения литературы веда, с языковым комментарием с точки зрения лингвиста, конечно же, это обогащает. Не только студента, но и нас. Читая сказку маленький, ну, вряд ли ты обратил внимание там свате Баба Бабариха. А сейчас ты провел... Кто же это такая? Да, кто это? Какое это родство? Какая это степень родства? Как возникает это слово? И вы знаете, студенты это несут и в школьной аудитории. В рамках практик они работают с нашими школьниками, которые выступают с этими докладами как первый шаг в науку. Поэтому здесь, конечно, вот эта цепочка, да, становления человека, да, и соответствие его планки, которое задано основателем современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина, конечно, это беспрерывный процесс. 6 июня, непосредственно в День Пушкина, в Самаре подготовлена большая культурная программа и с помощью библиотек, и с помощью музеев. Это мастер-классы, и пешеходные прогулки, и выставки всевозможные, и кинопоказы по его произведениям. Как готовился к Пушкинскому дню Самарский педагогический университет, и что ожидается непосредственно 6 июня? 6 июня – это особая дата для ВУЗа в целом, и вот благодаря нашему руководству, нашего ВУЗа, у нас уже проходит не первый год акция, которая является такой, знаете, завершением определенного этапа конкурса, очень серьезного конкурса, важного, который проводит ВУЗ вместе с Самарской епархией. Это конкурс ЭСЭ для школьников, для студентов и для студентов среднего специального образования, то есть охвачены все уровни образования Самары и Самарской области. Поступает очень много работ, работает жюри над ЭСЭ, да, мы читаем ЭСЭ, и вы вот позвольте здесь сказать несколько слов. Когда к нам приезжают, награждают, да, представители епархии, когда приходят руководства ВУЗа, это я очень благодарна организаторам, потому что, ну, когда тебя привлекают к какому-то конкурсу, ты думаешь, ну, это очень серьезная работа, это действительно очень серьезная работа, эта дата выбрана очень значимая для факультета, для ВУЗа. И зачитывая ЭСЭ в процессе проведения вот церемонии награждения, мы видим, что слово Пушкина живет. И когда отмечаем, задаем вопросы в аудиторию, да, задаем какие-то стихотворные строчки, да, продолжить, аудитория хором буквально продолжает. Поэтому ВУЗ, конечно, очень много работает в этом направлении. И здесь вот этот конкурс, он является такой финальной точкой, достойной в День Пушкина, когда непосредственно в День русского языка. Здесь же еще два таких праздника, да, Пушкинский День России и День русского языка. И это, конечно, очень важно и значимо. И хочется выразить признательность организаторам данного конкурса, вдохновителям, и что мы к этому стали причастны вот на уровне ВУЗа, на уровне кафедры. Это очень важно и хорошо. Школьники откликаются всегда, эсэ очень много присылается. Сколько студентов приняло участие в этом конкурсе? Вы знаете, вот среднее, если мы смотрим на вот этот третий в этом году областной конкурс, и если мы смотрим сейчас вот на цифры, ну, наверное, да, важно всегда в отчете показать цифру, скажем так. Да и не в отчете, а вообще интересно. И не только для себя. Вот для меня, например, это важно, как для человека, кто занят в этом конкурсе. Вот интересно посмотреть, меняется ли тематика. Больше 60 человек – это ежегодная цифра только школьников, которые присылают эссе. Если мы посмотрим охват по области, то это практически вся Самарская область. И я знаю о том, что руководству звонят и спрашивают, когда мы начнем новый конкурс. Я просто слышала об этом. Поэтому это тело живет студенты и школьники с удовольствием. Русский язык пластичен, подвижен, и уж, конечно же, совсем непросто, как я всегда о себе люблю шутить, что я владею русским языком со словарем. Он требует внимания, постоянного изучения. Как вы оцениваете уровень грамотности наших современников? Наверное, это тот вопрос, который возникает прежде всего, когда ты говоришь о том, что ты филолог, грамотна ли аудитория. Вы знаете, очень разная картина и какой-то единый монолит мы, конечно, не сможем сейчас выяснить. Есть курсы, которые ведутся в ВУЗе, и которые показывают, что называется, в динамике, в развитии. Если в развитии, грамотность падает. Если на данный момент времени об этом говорить, я скажу как человек, который еще связан с методикой преподавания русского языка. Все, конечно, в этом мире имеет свою причину. И вот хочу сказать о том, что школа сейчас, мало в школе такого вида заданий, как диктант. Вот, казалось бы, как вырабатывается грамотность? И это диктант. Вот сейчас новые формы отчетности, ну, наверное, не всегда подразумевают вот эту форму занятия с детьми. И только знающие учителя, мы надеемся, что это наши выпускники, мы им об этом говорим, они этот диктант возрождают. И, конечно, диктант, написанный первый раз, скажем так, в сентябре, условно, и диктант, написанный на выпуске в мае, это совершенно разные сердца. Да, это, с одной стороны, это труд учителя, а с другой стороны, это внимание человека к слову, которое ты пишешь. Вот если мы широко рассматриваем грамотность, и грамотность не только грамотность письменной речи, но и грамотность как коммуникация, как культура взаимодействия. Вот это направление, это очень важно и значимо. Молодежь несет новые формы, новые форматы такого взаимодействия, ну, наверное, не всегда приемлемы, но можно обсудить, можно направить, можно показать, что значение того или иного слова говорит о том, что твой уровень культуры не вполне говорит о том, что ты грамотный человек. Вот вы начали говорить о том, что можно проследить, да, спад, когда наблюдался подъем. Но сейчас в какой фазе мы находимся, грамотности нашей культуры речи нашей, спад, подъем? Вот по студентам, как вы можете судить? По студентам. Вот культура речи сейчас ведется на всех факультетах как базовая дисциплина. Это очень важно, и это существует в системе нашего образования. Вне зависимости от того, техническое ты получаешь образование, педагогическое образование, это обязательный предмет. Понимание культуры речи разнится. У преподавателей старшего поколения, у преподавателей среднего поколения и у преподавателей молодого поколения. Поэтому, конечно, здесь мы говорим о единой программе. Мы над этим очень много работаем. Мы программу обновляем, мы вносим туда те языковые явления, которые существуют здесь и сейчас, и мы стараемся их профессионально прокомментировать. Если говорить о том, что развивается ли, как вы спросили, конечно, этап развития, так как речь – это живой процесс, он всегда присутствует. Речь и язык отсеивают по своим законам слова, которые нельзя сейчас употребить, которые не должны быть употреблены. Мы должны обращать к традиции наших студентов, учить обращаться с источниками информации, говорить о том, что каждое слово несет в себе разные нагрузки, разные смыслы, разные оттенки, значения. И, конечно, вот такие предметы, как стилистика, культура речи, как предметы, касающиеся разделов современного русского, литературного языка – это предметы, которые важны для нашего образования, любого образования. Что хочется сказать еще? Студенты приносят нам новые примеры, знаете, вот из блогов, например, из того, какие игры они играют на компьютере. И порой хочется обратить внимание на то, насколько новое это слово. Вот если вы не имеете какого-то базового уровня культуры, для вас все новое, потому что вы об этом не знаете. А если вы посмотрите внимательно, обратитесь в словарям, спросите, проведете буквально вот такое лингвистическое исследование, оно, конечно, покажет, что не так много нового. Оказывается. Да, и процент этого нового, то, что мы считаем неологизмом, ну, он минимален. Вот, ну, какие вопросы обычно задают? Что заимствовано? Да много что заимствовано. Но как освоено языком? Вот это уже совершенно другой процесс. Ну, вот, между прочим, о феминитивах. Вроде бы сейчас они, ну, они приобретают какие-то совсем уж страшные формы, хотя это явление-то тоже достаточно древнее, феминитивов много в русском языке, но мы к ним адаптированы. А сейчас вот это вот наползающие на нас феминитивы, там, докторши, докторка, даже вот такая какая-то ужасающая, на мой взгляд, форма блогерша и так далее. Вот об этом что вы скажете? Вот этот вопрос очень часто задают студенты, барышни. Потому что филологи, это, как правило, девочки, да, которые приходят после школы, это большой состав, и они спрашивают, вот правильно ли это? То есть все готовы получить ответ в категории «правильно-неправильно». Да, нет. Да, скажите точно, да, где посмотреть. Вы правильно совершенно заметили, что это не новое явление. 20-е годы 20-го века – это тоже такой вот порыв феминитивов, потому что такая свобода, да, она как-то, ну, неограничена, и я могу все образовывать. Здесь, конечно, с точки зрения лингвистики пройдет период определенный, и останутся те слова, которые, ну, только так можно употреблять в определенной профессии, да. Но язык, он очень мудр. Он мудр в плане своего развития, этапов своего развития. И, наверное, он отсеет все то, что кажется нам ненужным. Я приведу такие примеры. В этом году, работая на историческом факультете, я решила приводить примеры, связанные, ну, вот непосредственно со специальностью историка. Мы познакомились со словарем языка Савдепи. Все-таки Советский Союз, государство, в котором мы выросли, ну, вот я выросла, для нас, ну, это то, что существовало в наше время. Сейчас очень многое приходится объяснять, даже приводя примеры из художественных текстов. Даже смотря мультфильм какой-то, дети, например, не понимают, что такое телефонная будка. Зачем она нужна? Что там происходит? Что это такое? То есть, если вы не видите телефона, предмета нет, явления нет, в языке слова нет. Оно уходит. И, соответственно, ну, начитанные понимают, школьники, а не начитанным приходится разъяснять. И вот мы решили обратиться к такому словарю в рамке семинарских занятий. Что мы выяснили? Что, например, работники школы назывались таким словом, как шкраб. Ну, согласитесь, если школьный работник, вот эта вот аббревиатура шкраб, сейчас будет присутствовать новизна ли это, или это возрождение того, чего не должно быть. То есть язык развивается по своим законам. И лингвист, конечно, должен показывать этот процесс, должен об этом говорить. Вот у меня культура речи – это как бы одна сторона дисциплин, которую я веду, которым я готовлюсь, показывая ребятам, что с этим вы можете прийти в школу, вы можете проиллюстрировать языковые примеры, работая с документом, историческим документом. С другой стороны, я веду такую дисциплину, которая называется методика преподавания. То есть научить студента подать эту информацию школьнику. И легко отмахнуться от вопроса. А хочется, чтобы студенты не отмахивались, а провели исследование и были, ну, знающим человеком. Человеком, который несет знания в аудиторию. Юлия Алексеевна, вот сейчас политически очень непростое время мы переживаем. 28 февраля 2023 года был подписан закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Цель понятна – простимулировать соблюдение норм русского литературного языка. Как вы оцениваете вот эту меру? И почему государство именно на законодательном уровне должно охранять, защищать национальный язык? Мера очень важная, очень нужная. Законодательно должно быть все-таки прописано все. Мы существуем в государстве, и государство нас формирует. Это определенная идеология. Как я оцениваю? Я считаю, что словари должны выпускаться профессионалами. Что эпоха, когда словарь может написать любой человек, ее не должно быть. Мы должны знать, что, обращившись к тому или иному источнику, мы получаем полноценную информацию, правильную информацию, которая заставляет нас задуматься. Пусть там будут варианты допустимые, но там будет прописано, когда допустимо то или иное ударение. Конечно же, заимствование – это вопрос, который существует во все этапы развития любого языка. Ну, наверное, мы все с вами знаем о славянофилах, о том, что все слова русского языка должны быть заменены на исконно русские, никаких заимствований быть не должно. Но во всем нужна мера, во всем нужно подходить очень ответственно. Но законодательство нам четко говорит, как мы должны обращаться с заимствованием. Что касается явления, которые мы называем заимствованным словом, наверное, мы должны называть то явление, аналогии которого у нас нет, и при этом сохранять заимствованное слово. Если все-таки мы имеем русский синоним, давайте так выразимся, зачем нам нужно, зачем, какова цель появления, слов, которые в основном не считываются аудитории, говорящей на языке. Мы должны сохранять родной язык, мы должны об этом заботиться, мы должны нести те формы языка, которые, ну, имеют право на существование по всем категориям, и законодательные прежде всего. Профессионализм, как заимствование, это отдельное направление исследований, стилистические вещи, когда заимствование показывает, например, культуру народа, о котором вы пишете. Безусловно, там мы не можем заменить. Если заимствование мы рассматриваем как явление, которое приходит из другой культуры, и мы должны с ней познакомиться, это да. Но тогда хочется сказать, что и наша культура, которая имеет вековые традиции, которая развивается здесь и сейчас, она должна нести знание, нести какую-то информацию на родном для нас русском языке. Пушкин в определенном смысле ведь был реформатором, создав, упростив язык, и создав, собственно, основу современного русского литературного языка. Вот если пофантазировать, как вы считаете, окажись Пушкин сейчас на нашей улице и услышь он сейчас эту нашу речь, как бы он это все оценил? Ну, наверное, история такого сослагательного наклонения не имеет, но если представить такой фантастический фильм, а сейчас есть такие варианты фэнтези, когда Пушкин – герой нашего времени, слышим перекличку с другим произведением классика, наверное, это зависит от того, людей какого возраста он бы услышал. Если бы это было старшее поколение, наверное, мне кажется, если это была аудитория знающих людей, все-таки мы надеемся, что у нас знающие люди, действительно, мы видим, что люди замечательно дают интервью, они интересно рассказывают то, чем они занимаются. Старая школа. Да, классика. Классика, да. Наверное, Пушкин бы гордился, что то, что он создал, живет. Если бы он услышал подростков, здесь, наверное, было бы сложнее, как и всем нам, потому что там много того, что в языке присутствует здесь и сейчас. И то, что подросток должен как-то воспринять и понять, войдет это в его активный словарный запас или должно из этого запаса уйти. А как хочется, чтобы он понял, что это не должно войти в его активный словарный запас. Вот про ударение и произношение различных слов ходят постоянные споры. Там, ну, например, творог, творог, да. Словарями допускаются варианты, а дети на ЕГЭ страдают, потому что все-таки существует единственный верный ответ на этот вопрос, да. Вот как быть с этим, во-первых. И может быть, и это моя личная точка зрения, пора поставить на место букву Ё, потому что она вообще способна менять смыслы. И особенно в фамилиях, кстати, от чего страдает аномастика наша. Вы знаете, вот я здесь полностью соглашусь с тем, что каждый школьник, готовясь к точке контроля, какой бы она ни была, да, мы знаем, что их много в школе, да, он должен знать из точки, куда он смотрит и в чем он уверен. Это, конечно, учитель должен информировать, должен показывать, учить работать со словарем. Вот это тоже определенное направление работы, потому что словари устроены совершенно по-разному. И мы говорим о том, что, ну, в бумажный словарь реже заглядывают. Но если рассказать интересно о словаре, если его показать, если его с ребятами полистать, ну, поверьте, заглядывают в такие словари. Ну, можно показать и другие словари электронные, где это в этом источнике все сказано. С буквы Ё я абсолютно согласна с вами с этой точки зрения, потому что, во-первых, это и орфография, и написание, и мы знаем разные эпохи становления, когда, например, в определенные 90-е годы это вообще заменялось на букву О, что являлось неграмотным, а дети потом этот орфографический образ слова приносили нам, ну, в частности, слово «девчонки». Да, вот такое вроде бы как вот на гребне волны и моды, да, а ребенок вот этого поколения так запоминал это слово. О фамилиях, конечно, это очень важно, потому что фамилия – это ключевое понимание вообще рода, смысла. Фамилия – это имя рода, говорят. Это род, да, абсолютно верно, и даже само слово таким образом переводится, да. И, конечно, здесь, ну, в том числе, возвращаясь к юриспруденции, возможно и доказательство того, что это один и тот же человек, когда в одном документе у тебя написано с Е, а в другом с Ё. И это буква нашего алфавита. Старая русская фамилия Ёлкин, и одна часть семьи прописывает в паспорте Ё, другая Е, имея в виду, что они тоже Ёлкины, но документально они становятся Ёлкины. И когда они отцы семейства, их дети становятся уже не Ёлкиными, а Ёлкиными, и это рождается другой род и уходит фамилия. Конечно, это уходит фамилия, это уходит, опять же, традиция, это, опять же, уходит родное, да, родное, близкое, и потому что это очень важно сохранить. Поэтому здесь я соглашусь. И вот возвращаясь к вопросу о законе, да, о языке, конечно, это нужно все законодательно урегулировать. Я тоже стою за буквой Ё. Юлия Алексеевна, что требуется от нас, чтобы все-таки удержать культуру речи, наш родной русский язык, вот на этой высокой пушкинской планке? Ну, наверное, до планки нам еще стоит как-то подтягиваться, сдавать какие-то нормы языковые. Что требуется от нас? От нас требуется знакомиться с книгами, написанными нашими великими писателями, поэтами, прозаиками, читать. Вот это очень важная проблема. В том числе Пушкина. Читать и Пушкина. И вообще, вы знаете, вот как-то говорить о том, что ты прочитал. Здесь тоже вернусь к опыту нашего вуза. Мы сейчас вуз открыл лицей, и очень большая работа ведется вот на трех ступенях, когда приходят и говорят наши преподаватели, наше руководство о семейном чтении. Ведь, согласитесь, семейное чтение уходит как явление. Но на самом деле мы, наверное, каждый из нас помнит вот эту точку, когда нам читала мама, когда это прекратилось. Вот хотелось бы, чтобы это не прекращалось, чтобы это продолжалось. Если говорить о планке, которая задана классиком, конечно же, знакомясь с творчеством классика, входя в мир гениев, входя в мир какого-то такого, знаете, пространства особого, культурного, задумываться о том, что ты прочитал. Может быть, это звучит очень банально, но ведь осмысление текста во времени, да, в понимании, это очень важно. Ведь Евгения Онегина можно перечитывать всю жизнь. И ты найдешь новые смыслы. Любое другое произведение мы можем с вами назвать. У каждого из нас есть какие-то любимые строчки, какие-то любимые цитаты, любимые писатели. Знакомясь с писателями современными, если эти писатели уже вошли, да, и рекомендованы учителями к прочтению, например, в неклассном чтении, мы тоже видим отсылки к классике, к русской классике. Ты не поймешь современного автора, да, вот сейчас. Модного, например, да, рекомендованного, если ты не прочитал русскую литературу, потому что там есть отсылки к русской литературе. Здесь, конечно, много работают над этим. Есть многие направления и филологов, и самарских филологов, и нашего вуза, и других. Но что еще требуется? Понимание, как подать информацию о том или ином деятеле культуры, потому что Пушкина можно осмыслять совершенно по-разному. Юлия Алексеевна, я смотрю, у вас лежит томик Пушкина, и я так понимаю, что Евгений Онегин – одно из ваших любимых произведений. А что все-таки студенты любят? Студенты… Прямо коротко название произведений. Ну, коротко назвать. Могут говорить свободно, вот помнят «Капитанскую дочку», и, в общем, рассматривают, и даже говорят о том, что вот сейчас и постановки есть, новые театральные, и новые интерпретации текста. Студенты, благодаря преподавателям, открывают незаконченные произведения Пушкина, обращаются к сказкам. Вот как, значит, нам кажется, студенты – взрослые люди, но сказки на самом деле – это кладезь. Сказка – ложь, что не есть намек. Да, да, урок. Действительно так. Студенты называют произведение «Дубровский», потому что вот это произведение, наверное, как-то, ну, может быть, чуть забыто, может быть, оно не так вот обновлено. Ну и, безусловно, они изучают в ВУЗе, в курсе литературы, с нашими коллегами по кафедре русской литературы, произведения Пушкина, которые входят в школьную программу. Ну, замечательно, Юлия Алексеевна, замечательно читают. Напоследок несколько ваших любимых строк, Александр Сергеевич. Ну, конечно, выбрать любимые строки сложно. Прочту, наверное, вот такие. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг. И я тоже позволю себе процитировать великого Пушкина. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. И время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас, Юлия Алексеевна, за эту увлекательную беседу. Напомню, нашей гостьей сегодня была кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка, культуры, речи и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета Юлия Белкина. На этом у меня все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова